Здравствуйте, дорогие друзья. Недельная глава Бо, три последние казни, Исход и фараон, упершийся такой. Талмуд говорит, что главной целью создания мира для Всевышнего было создание человека. Почему? Потому что человек единственное существо, которому Бог предоставил свободу выбора, чтобы человек выбирал между добром и злом. Свобода выбора одна из основ мира. Робота может сделать каждый, а вот человека смог только Бог. Рамбам пишет, что человеку дана возможность направлять себя на верный путь и становиться праведником и быть злодеем. Тоже такая возможность у него есть. Если бы не было свободы выбора, если бы мы были устроены жестко и действовали однозначно, заповеди были бы вообще не нужны. Не будь у человека способности и свободы выбора нарушать правила, его намерение, так сказать, соблюдать тоже никакой бы ценности не имело. В таком случае, как понимать слова, я отягчил, сделал неприступным в сердце фараона. Если Всевышний сделал фараона жестким, то есть лишил его выбора, за что его наказывать? Справедливо ли наказывать, подумайте, человека за поступок, которому нет альтернативы, за единственно возможный поступок? Наверное, вряд ли. Бог управляет миром в соответствии с определенными правилами. Предоставление свободы выбора – это одно из правил Всевышнего. Анализируя вот этот эпизод с фараоном, Рамбам говорит, что лишение свободы выбора было наказанием. Наказание за предыдущие действия. Небесный суд может лишить человека свободы выбора, то есть возможности исправиться, приговаривая к духовной гибели за прошлые действия. Ведь вспомните, фараон сделал, что сам лично, да, сделал подневольным труд, разлучал мужей и жен, замуровывал детей еврейских в стену. Ну, злодей. И, безусловно, еврея в руки египтян то исторически отдал и Всевышний. Но как египтяне распорядились своей властью, это уже зависело от них. Бейт Галливи, комментатор, который жил примерно полтора века назад, он говорит другое. Он говорит, что, а что значит лишил свободы выбора? Можно подумать, что фараон горел желанием выпустить евреев. Нет, он и думал выпускать. Просто как непослушный раб, подчиняется не хозяину, а плетке. Так фараон покорился ударом свыше. Что значит, тогда сделал неприступным сердце? Он на время лишен был чувствительности к ударам. А свобода бывала, осталась при нем. Нежелание фараона подчиниться Всевышнему таким и осталось. Что такое выбор вообще? Существует несколько возможностей. Человек выбирает одну из них. Бог передал фараону через машину, отпусти народ мой. Отпустил? Нет. Потом на него сыпется удар, и он отпустил. Ну и что это? Разве выбор? Нет. Выбор остался прежним, он не хотел выпускать. Он подчинился этому, вынужденному. И заслуги никакой нет. Фараон выпустил евреев из Египта не потому, что раскаялся. И дальше, как только страх ушел, мы увидим, он опять бросился за ними в погоню. Можно представить ситуацию, когда человек под влиянием обрушившихся на него, бед, несчастье, раскаивается. Беды побуждают его раскаяться. И раскаяние за бед является написано полноценным, хотя раскаяние не самого высокого уровня. Внутренний человек может настроить быть правильно. Говорит, это не я, это Бейт Галеви. Но внешние обстоятельства и соблазны сбивают его с пути. Поэтому беды и неприятности стряхивают человека вот в эту внешнюю шелуху. И стремление к добру выходит наружу. Поэтому, может быть, у нас такие часто бывают. К сожалению, сейчас так тоже происходит с миром. Когда все хорошо, когда все идет по накатанному сценарию. Бог иногда забывается. Не, к нему приходят иногда в праздник там, еще когда-нибудь. Но в ежедневной жизни, особенно как главное, не получается. И Бог, который знает, что близость к нему, наивысшее благо, вынужден посылать в этот мир противоположное добру, чтобы разбудить нас. Раскрывает мудрецы еще одну цель страданий и бед. Следует однозначно знать, что как только исчерпывается мера страданий, которая предназначена человеку небесным судом, происходит забавление. Аврааму было предсказано, пришельцами будут твои потомки в земле чужой, поработят их 400 лет. На самом деле 210. Почему? Наши мудрецы объясняют, что особая тяжесть порабощения, неприятности большие, была засчитана как недостающие годы, которые были по приговору небес. Значит, иногда именно особая тяжесть страданий приближает срок избавления. Осознав этого, следует, в общем-то, радоваться тому, что Всевышний приближает нас к себе, даруя беды и испытания. Но это очень сложно для нас. Мы люди, и нам хочется все-таки совсем другого. Есть еще тогда путь самому найти Бога, найти тогда, когда тебе хорошо, найти, когда у тебя идет плавно. Но, к сожалению, большинство, если не все, в такое время Бога не особо ищут. Поэтому нам говорят мудрецы, учитесь на ошибках своих прошлых и больше их не совершайте. И тогда беды закончатся, и тогда придет избавление. И тогда не надо будет посылать в этот мир ни беды, ни несчастья, ни войны, потому что люди проснутся сами. А пока такое происходит, значит, они еще не проснулись. Поэтому давайте какой-то вывод делать из того, что происходит. Все в наших руках. Даже один человек, вернувшийся на правильный путь, даже один человек, нашедший Бога в своей жизни, может вернуть весь мир к этому. Вам кажется, что это не так? А вы попробуйте. Может быть, как раз с вами и получится. Брахава от слаха. Брахава от слаха.